Спорт играет ответственную роль в воспитании каждого из нас. Бывает, что возникают вопросы по поводу важности и роли спорта в образовании и воспитании. Практика доказала, что умственная активность ведется лучше в том случае, если сочетать ее с физической активностью. Во время физической нагрузки организм лучше отдыхает от умственной усталости и наоборот. Именно поэтому всегда оптимально будет сочетать и то, и другое для того, чтобы добиться оптимального эффекта. Это Ставрополье сегодня. Меня зовут Роман Выстараб. И мы поговорим о физкультурно-оздоровительной направленности в образовании. У нас в гостях сегодня Ольга Николаевна Пикалова, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей. Ольга Николаевна, здравствуйте. Петр Иванович Пашков, директор краевой детско-юношеской спортивной школы. Я не могу не пройтись по регалиям. Мастер спорта СССР по самбо, мастер спорта СССР по рукопашному бой, заслуженный тренер России по кикбоксингу и боксу. Спасибо. Очень приятно. Очень приятно с вами познакомиться. Очень здорово, что вы пришли к нам сегодня. Тема довольно интересная. Воспитание и спорт, образование. То есть вот эти составляющие части здорового, умного, успешного человека. Какую роль сейчас, вот как я уже сказал, очень важно, какую роль дополнительное образование, в дополнительном образовании играет у нас сейчас спорт? Ну, я не могу не вспомнить. Как говорили древние греки, в здоровом теле здоровый дух, а им вторили древние индусы, здоровый дух творит здоровое тело. Поэтому вот сегодняшнее дополнительное образование в системе физкультурной направленности, как раз оно сочетает в себе подход и воспитания гражданина, и воспитания его качеств личностных, и воспитания его тела, формирования его тела. У нас вообще в крае, должно сказать, что 246 организаций дополнительного образования. Это и музыкальные школы, и школы искусств, хореографические, спортивные школы, станции юных экологов, домодетского творчества. То есть у нас очень развитая и разнообразная сеть организаций доп. образования. Что касается спорта, то у нас по отрасли образования есть школы спортивные, и в подведомстве физкультуры и спорта тоже есть свои спортивные школы. Что в образовании? 37 муниципальных спортивных школ, 33 детско-юношки спортивные школы и 3 оздоровительно-образовательных центра. У них примерно тот же функционал, но чуть-чуть меняется. И как куратор всего этого сома образовательных организаций физкультурных у нас выступает краевая спортивная школа детско-юношеская Петр Иванович, является которой руководителем. На сегодняшний день такая система принята по всей стране. Есть федеральные центры дополнительного образования определенной направленности, и под ними в регионах возникают ресурсные центры, которые методически, организационно, научно сопровождают деятельность всех организаций своей направленности. Вот таким ресурсным центром у нас является краевая спортивная школа. Занимается у нас по линии образования больше 23 тысяч школьников по 34 видам спорта. Что я хочу еще добавить. Что у нас, как дети говорят, фишка Ставропольского края в том, что мы с 2018 года, при поддержке правительства Ставропольского края, эта идея возникла в кулуарах, у нас, но нас поддержали на уровне правительства, у нас открыты спортивные классы в образовательных организациях. 58 школ, 66 классов, в которых занимаются дети по 17 видам спорта. Это такой отдельно организованный процесс, у детей тренировки, у детей отдельное питание особое. Но это мы уже можем здесь и говорить и о том, что они и учатся, сразу же занимаются и телом, и сразу же происходит профилитационная подготовка. То есть, для телезрителей можно сказать, что дополнительное спортивное образование, те же детские и юношеские спортивные школы, это не значит, что ребенок просто уходит в спорт. То есть, это в совокупности с образованием идет. Просто для многих, то есть, это отдельно. Ребенок занимается, если он хочет заниматься спортом, все, он пошел заниматься, пошел углубленно только спортом. Или это как-то в тандеме, это все-таки идет, это часть образовательной системы, получается? Ну, в случае спортивных классов, да, это часть образовательной системы. Я могу учиться в обычной обыкновенной школе, ну, я занимаюсь после уроков, допустим, рукопашным, боем, боксом, плаванием, чем-то еще. А могу учиться в школе, в классе, в котором я сразу же, у меня сразу организован процесс, у меня специально произвели туда отбор детей, да, там, ну, с определенными справочками и так далее. И я сразу в школе учусь в классе спортивной направленности. То есть, есть как бы разные варианты сегодня организации физкультурной подготовки наших детей. Но я думаю, что сейчас Петр Иванович несколько слов скажет о том, как их школа работает, что у них происходит. А я потом добавлю его выступление. Вы понимаете, в чем здесь? Ольга Николаевна объемно говорит по поводу работы Министерства образования. Поэтому идея, конечно, вот спортивных классов, она не новая. Она была в Советском Союзе. Так же, как и идея ГТО, это тоже не новая, в принципе. Ну, в современном, в другом формате, будем так сказать. Спортивный класс, понимаете, какая ситуация? Ситуация плачевная с детьми, связанная с особенно кадровым потенциалом в спорте. Тренеры очень, возраст тренеров в 7 за 50, будем так сказать. Поэтому мы надеемся на то, что даже если хотя бы 20 даже процентов прошедших спортивный класс станут профессионалами. Потому что все-таки он с детства будет все время в этой деятельности более углублено изучать и пойдет дальше профессиональным тренером или учителем физкультуры и так далее. Это на данный момент кадровый, очень сложно сейчас с кадрами в области физической культуры. Поэтому идея именно спортивного класса, она заключается именно в этом. Второй вопрос, что касается детей, заканчивающих спортивный класс. Я сам его заканчивал. Заканчивающий спортивный класс, но это не только в области физической культуры. Я считаю, что все силовые органы, это как раз тот потенциал здоровых и крепких людей, которые будут стоять на страже Отечества. Это еще один. Ну и, понимаете, каждый параллель, сейчас, допустим, рядом у нас 42-я школа, у нас уже там два спортивных класса. То есть, пятый класс и шестой. Шестой класс уже прошлого года. Из анализа шестой класс по успеваемости лучший в школе спортивный класс. То есть, уже результаты видны. По успеваемости, я не говорю уже. По общеобразовательным дисциплинам. По общеобразовательным дисциплинам. То есть, он будет крен? Нет, как раз вот наоборот. То есть, это дисциплина. Что касается школы краевой, то я скажу так, что краевая школа, уже Ольга Николаевна сказала, что это и методический центр, и ресурсный центр. Все это в совокупности. Но мы еще, я вам скажу, что мы еще не на полную мощность работаем в этом плане. Поэтому мы только на стадии такого развития именно. А то, что в крае мы очень много проводим мировой войны, я вам скажу, что под 100 мероприятий. Вот 68 мероприятий только разных краевого и российского уровня. То есть, на ваш вопрос образования или спорт, то я вам отвечаю, что все школы, связанные с министерством образования, они сейчас перешли на образовательные программы базового и углубленного уровня. В то же время, нам, имеющие, если мы имеем хорошую спортивную базу, тренерско-преподавательский состав, не менее 10% мы можем заниматься спортивной подготовкой. Это высший уровень. Это уже другой уровень. В то же время, мы в тесном сотрудничестве с министерством спорта, естественно, с одним из флагманом в спорте, это училище Олимпийского резерва. У нас с ними тесные отношения, и мы в этом плане тоже работаем. То есть, не все же могут быть чемпионами и так далее. Поэтому наша задача, самая главная, массовость, это в первую очередь, здоровье, это уже самое основное в этой жизни. И третье, чтобы из этой массовости был отбор одаренных детей, которые перешли в дальнейшем на спортивную подготовку. Спортивная школа. Чем ее отличие, допустим, от тех же учебных, тренировочных баз? Допустим, у нас очень много спортивных направлений, кто преподает, там, опять же, там, как можно, кустарные, да, школы? Частные, да. Частные, да. Частные, кустарные школы. Они не в нашей системе. Они все частные школы, не в системе минобразования. Я добавлю, есть одна школа, которая... Преимущество, вот, все-таки школы. Одна школа есть, это «Динамчик», футбольная школа, которая находится, имеет лицензию на образовательную деятельность. Есть, да, есть школа, которая сейчас получила лицензию. Приветствуем всех, которые к этому идут. То есть, говорить о безопасности, говорить о компетентности того, что происходит в учреждении образования, там, ну, допустим, физкультурной направленности, любой, там, даже ИП, там, я не знаю, какое-то частное, негосударственное заведение. Мы можем только в том случае, если они имеют лицензию на образовательную деятельность. В этом случае, как бы, все контролирующие органы имеют доступ к этой организации и обеспечивают безопасность детей, что для нас самое главное. Особенно в спорте. Понимаете? Вот, поэтому, например, у Петра Ивановича, у них бассейн. Бассейн – это высокий риск, понятно, травматизм и всего остального. То есть, еще 12 спортзалов. Еще 12 спортзалов. Вот расскажите о своей школе, Петра Ивановича, поподробнее. Дело в том, что каждый комплекс должен стоять в реестре Министерства спорта. То есть, соответствует всем требованиям. Это очень важно. Ну, если муниципалы, там, они, допустим, у них есть лицензия. Они соответствуют на своем уровне. То есть, могут проводить занятия. Краевая школа, она соответствует всем требованиям проведения всех, даже всероссийских соревнований. Вот. Мы даже можем любую трансляцию с любого зала транслировать в эфир. Хоть открытые тренировки, хоть соревнования. Ну, в любую. Вот. Это самое главное. И понимаете, в чем смысл самый основной? А не зря. Рано или поздно, рано или поздно, все равно народ привыкнет к закону. Народ будет стараться быть законопослушным. Любой человек. Здесь ничего страшного нет. Я уже, например, привел по поводу «Динамчик». Они имеют лицензию на образовательную деятельность. Пожалуйста, это нормально. Футбольный клуб такой маленький, небольшой, да, с которым мы просто наблюдали и сотрудничаем с ними. Мы вообще, в принципе, как бы не замыкаемся только на организациях государственных, муниципальных. Нет. Мы активно сотрудничаем с теми, кто идет на встречу. Но наша задача, опять-таки, правильно сказал Петр Иванович, это массовое вовлечение детей в занятия спортивными мероприятиями. Есть такие традиционные, скажем, есть краевой план мероприятий массовых. Он совместно с Министерством спорта подписывается. Календарный план. Календарный план на год. Вот там и федерации участвуют в различных видах спорта, да. Там все вовлечены краевые учреждения, муниципальные учреждения. Ну и мы в своей части, получается. Самые массовые на сегодняшний день спортивные соревнования для школьников, они по инициативе президента были придуманы и заведены в школу. Это президентские игры и состязания. Вот у нас краевая спортивная школа, это куратор по краю, опять-таки, проведения школьных этапов, муниципальных этапов и краевого этапа. Тот, кто побеждает, отправляется в Орленок или в Смену, или в Артек на ферасистские соревнования. Вот, я просто скажу два слова. В этом году мы в Орленке неплохо выступили. Буквально 30 сентября вернулись наши ребята, представляли президентские игры команда школы номер 9 из города Есентуков. И мы из 83 субъектов заняли 19 место. Это очень неплохой показатель. Да, мы прям гордимся этим, потому что мы детям уделяли особое внимание, не приготовили. Спасибо им большое. А детей этих тренировал учитель физкультуры, школа номер 9, за что и отдельное спасибо. Вот Петр Иванович говорил про то, что кадры стареют, да, это в принципе в системе образования происходит, да, и на это сейчас пытаются на государственном уровне реагировать должным образом. Но если мы подтянем к тренерско-преподавательскому составу еще учителей физкультуры, компетентных, да, в спортивных классах, у нас будет наша бригада гораздо сильнее, шире, ну и малуже, естественно. Поэтому, потому что учителя в культуре приходят молодые. Интересно, в спорте есть такое наставничество кадровое? Вы, вот, это больный вопрос, вы сейчас говорите, очень больный вопрос, потому что я работаю и в сборных командах, как бы сейчас не так уж, но все равно принимаю участие в этом плане. Это очень больной вопрос, и берем, если по видам спорта, который на Олимпийских играх, там все не так хорошо, тренеры тоже там очень прикладного уже возраста. Вот, поэтому, конечно, понимаете, в чем смысл? То, что там, ну, понятно, заработная плата составляющая, это одно. Ну, самое сложное в том, что мы сейчас живем не в 70-е и 80-е годы, и менять вот формат тренировочных процессов все нужно менять, потому что компьютер и все, что связано с интернетом, это захватило все пространство. Это очень тяжелая такая, нужно менять весь подход, даже обучение кадров, допустим, выпускают наши СКФО или педагогический институт, там нужно очень много этому уделять, информационным моментам, потому что, ну, есть тренер, и вот он тренер, да, к нему хороший тренер, все, а детей нет у него. Почему? Хороший спортсмен, плохой педагог. Вот очень часто бывает, знаете, когда есть именитый спортсмен, титулованный спортсмен, но вот как тренер, может же быть такое, вот как тренер сложно, сложно, да, сложно состояться. Практически единиц. А вот кто бывает тренеры, ну, то есть без чемпионских титулов, но очень хороший тренер, который ни одного спортсмена воспитал чемпиона. Таких большинство, потому что я думаю, что он реализует себя, то, чего он не добился сам, он реализует в своих учениках, старается, ищет, то есть он, у него фантазии, у него какие-то риски, у него, то есть он идет, 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 все время созидает. А такие, ну, очень редко, чтобы там, великие спортсмены. То есть если спортсмен, ну, он привык, он примерно по одной, тренировался по одной системе, и то есть тоже, как он тренировался, он также начинает тренировать остальных. Да, на своих учениках, думаю, только так, больше никак. Хотя дети же все разные, и чуть по-другому. Так и жизнь разная, жизнь уже поменялась давно. Я можно несколько слов по этому поводу добавлю? Кроме того, что должен быть тренер, да, сам, как бы, энергичный, продвинутый и так далее. Ну, немаловажный урод же играет еще материально-техническая база. Дети же сегодня избалованы, и мы с вами. Вот именно. Уже не лихие 90-е, да, когда мы в подвалах занимались, на каких-то железяках, непонятно. Все хотят красоты и комфорта. Достаточно было просто помещение. Да, 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 достаточно было просто... Ну, кстати, это развивало фантазию, да, вот Петр Иванович там говорил, что чем меньше денег, тем сильнее развивается фантазия, да, согласна. Ну, в то же время в крае достаточно делать для того, чтобы акцент идет на сельские территории. У нас каждый год, уже 2014 года, я об этом буквально недавно у вас же в студии говорила, вот только в рамках уже успеха каждого ребенка, мы каждый год участвуем в проекте «Детский спорт». Проект «Партия «Единая Россия», он как бы развивался, начинал, теперь он стал ежегодным, и ежегодно наш правительство нас поддерживает, софинансирует наши мероприятия, и мы вот каждый год ремонтируем 26 сельских спортивных залов и создаем 26 сельских спортивных клубов. То есть реально им выдаются деньги на закупку там оборудования по направленности, формы, чтобы ребята красивые были. Они приходят в красивый зал с новым покрытием, там светильники красивые, там защита на окнах стоит, понимаете, у них там на стенах всякие лозунги и так далее. Конечно, в таком зале будет заниматься гораздо приятнее. И вот это вот у нас, мы уже отремонтировали 180 спортивных залов и создали 79 спортивных клубов. Всего в крае больше 160 спортивных клубов, а 79, те, которые были созданы за последние 5 лет, в селе. Это же очень важно. В селе вот зачастую школа это единственный культурно-образовательный центр. Правильно? Да, ну практически там все занятия происходят. Не только дети приходят, но приходят и бабушки, и дедушки в хорошую школу. И детсадовцы, да, и какие-то ребята из профтех, и тут кто на каникулы у бабушки приехал. И так и должно быть. И как бы вот мы над этим тоже работаем, чтобы дети занимались в комфортных, красивых условиях. Это вот сейчас хотелось бы отметить, как во дворах. Если раньше достаточно было просто перекладина, и человек, кто хотел, тот шел заниматься. То сейчас этой перекладины уже недостаточно. Все-таки, чтобы массово привлечь людей заниматься спортом, должна быть красивая спортивная площадка. Чтобы все приходили и говорят, ну она же красивая, ну все, надо же теперь заниматься. Еще самое главное, личный пример. И тренера, и учителя физкультуры. Это тоже самое основное. Все-таки у нас пока недостаточно. Если брать Советский Союз, тогда было личного премьера побольше. В отличие от сейчас. Тогда было немножко, ну как сказать, каждый учитель физкультуры был в личности. То есть каждый тренер там, это вообще недосягаемо. Это бог был для всех. Поэтому это немножко принизилось. Поэтому, ну я скажу, что, допустим, сейчас наши детские спортивные школы, вообще система, наше минобразование, она уже сделала бы, ну, по сравнению, большой скачевку в этом плане. Даже все изменилось. Я помню, в 2008 году приехал, допустим, в сравнение сейчас, вот восьмой год и девятнадцатый. Уже совершенно другое отношение. Такого остаточного там, ну в районах, может быть, еще не до конца поменялось. Но я думаю, что все равно меняется все. Не по остаточному принципу, уже смотрят на это по-другому. Ну, некоторые районы вообще, что говорить, там они выше, чем город Ставрополь, стоят уже. Да, да. Уделяют много. Некоторые, да, уделяют очень много. В каком-то районе одному виду спорта или опять же направление уделяют? Да, да, да. Другой район прям усилен. Конечно, от главы зависит. Это все понятно. От главы, от всего этого. Но все равно меняется, меняется. Там не какие-то там диафирамы. Тот же губернатор за это время очень много. Спорт очень много. Только объектов поступают. Да, и объектов. Мне кажется, к нему сейчас по любому вопросу, что связано с спортом, подходи и будет решен. Я, если говорить, вот в боксе, допустим, на мне федерация бокса, то вот у нас выиграл парень без всяких разговоров, юношеские, олимпийские игры, дронов. Будь он у нас. Да, да. Все, сразу, квартира и все. Ну, да. То есть, по-четски, у стимул есть. В лучших советских границах. Да, то есть, лучших. Достойно спортсмены. Это стимул уже у всех. Это прекрасно. Ну, как бы, это сдвиг большой. От спорта, вот, возвращаясь, как бы, образование, спортивные классы. Ребенок, учась в школе, он может любое направление спортивного класса выбрать? Или там есть какие-то... Вот это такое. Вот вы... Вы немножко ограничены, конечно, ресурсами. Да, вот понимаете, вот... Не, ну, я имею в виду, из того, что предлагают. То есть, это несколько, может быть, направлений. Вот смотрите, в чем смысл технический. Вот только Николай добавит из себя что-то. Вот смысл в чем? Ну, находится наша школа, спортивная база. Мы делаем... Мы стараемся так делать, что спортивный класс, общеобразовательный школа, находился рядом со спортивной школой. Шаговая доступность. Да, то есть, это... Вот те виды спорта, но в основном базовые, конечно, которые есть в детской спортивной школе, они и в этом спортивном классе. Я, например, был противник... Ну, да, я вот это имею в виду. Да. Мы не берем там... Нет, нет, должно быть все рядом и удобно. Нет, нет. И виды спорта предпочтительные, те, которые являются реалитетами в крае. Правильно? Да, да, естественно, базовые. Вот назовите, пожалуйста, какие виды. Базовых 15 видов. 15 видов базовых. Базовых 15 видов спорта. Легкая атлетика, борьба, бокс, игры спортивные, футбол, баскетбол, плавания нет, бадминтон, тяжелая атлетика, 15 базовых видов спорта. Конечно, упорно надевать на них. Плавания нет, у нас плавание не базовый спорта, у нас недостаточно ресурсов. Все игровые виды спорта, все единоборства и легкая атлетика. Вот бадминтон еще добавился в вид спорта. Вот интересный, кстати. Мы когда открывали спортивные классы, мы так и объясняли муниципалитетам, нашим коллегам, что вы смотрите, чтобы школа рядышком был, стадион, или детская юношка спортивная школа, не важно, чья она, Минспорт, например, лежит под ним, или под Минспросвещение, это не важно. У нас как бы союз, мы работаем здесь с Министерством спорта, и здесь же мы работаем с наукой. Наш Ставропольский краевой институт развития образования, они разрабатывали методические рекомендации, они оказывают сопровождение. Если люди им звонят, допустим, нам непонятно, как учесть возрастные особенности такого-то вида, такого-то вида детей, к примеру. Или как нам составить правильное расписание, чтобы они не перегружались. То есть это очень сложный процесс, и он все время совершенствуется. Вот мы в прошлом году проводили семинар большой, да, краевой, обсуждали с этим проблемой, там вот очень было насыщенно. Скипкров проводила семинары, она вот приглашала нас. Институт проводил. Институт, да, они приглашались. Кроме того, еще вот наша краевая спортивная школа, не могу не похвастаться, они являются площадкой для повышения квалификации педагогов. Каждый месяц к ним приходят учителя физкультуры. Два раза в месяц даже. Гурьбой, знакомиться, пробовать, да, смотреть, как это может быть. Конечно, за газоками цокуют, говорят, а вот нам бы такое, и у вас такое будет, мы им говорим, да. То есть постепенно-постепенно мы развиваемся. А главное, что у них появляется стремление к чему-то хорошему идти. Ну, что касается, вот смотрите, ГТО, да, ГТО. Мы как бы его первые возродили. Возродили. Оно было. В 2008 году. В 2008 приказом Аллы Федоровны Золотухина подписал приказ. Ну, мы его не так назвали. У нас было не ГТО, а готов. ГТЗО. ГТЗО. Как вначале, как Иосиф Виссарионович сказал, готов к защите Отечества. Вот. Мы его, этот комплекс, они в принципе, российский комплекс, они нас взяли за основу. У нас немножко по сложности больше, там, выше, да, на порядок. Вот, ГТО. Что касается спортивных классов, они тоже были в России. Почему ГТО в Советском Союзе упал? Ну, потому что формально начало. Просто формализация, то есть не учет был. Дали там учителю физкультуру кучу этих значков, кучу он там выдал, кому не выдал, там дал. То есть формально пошел. Да, сейчас, конечно, ГТО, надо зарегистрироваться, там, система, там. То есть это не так просто, мы не для служка решили. Нет, ГТО, ГТО, золотой значок, присваивает министр спорта Российской Федерации. Удостоверение и знак номерной, все выдается, как мастера спорта. И во многих вузах, выпускникам, дополнительные баллы. Ну, не во всех, но во многих, особенно в профильных вообще. В военных, и тем более. Добавляются баллы за баллами ЕГЭ при поступлении. Вот, очень важная информация. Нужно сдавать на золотой значок, чтобы было проще поступить. Только вопрос. Золотой значок, с первого класса надо участвовать. Там за 4 года берется. Вузы уже тоже не просто так. В 11 классе ты бы только сдал. Они смотрят за последние 4 года твою сдачу. Многие вузы, вот я, например, Бамовский, прекрасный там ректор, мы как раз были в Москве, он очень четко отслеживает это. Военные все вузы, тем более. Поэтому, допустим, ГТО. То есть она, именно в Советском Союзе я сказал, почему причина. Почему спортивные классы развалились? И они были, да. Вот фильм, допустим, всякие движения вверх. Все эмоции, все остальное. Все хорошо. Мотивационный фильм. Да, мотивационный. Ну, я всегда на родительском собрании говорю, у вас сейчас движение вниз. Сейчас движение вниз у родителей. Почему? Потому что смысл, вы же отбиваете охоту. Все жалуются на дно. Ой, какая программа в школе. Ой, сколько учить. Ой, столько. А то, что он в раздевалке, после тренировки идти надо домой, перед тренировкой сидит в телефончике, это нормально. Учить не надо, он сидит в телефончике в раздевалке. Это ненормально, можно добавить? У нас сейчас Минпрос, Министерство общественной России, прислали, озаботились этой проблемой на таком уровне, что все научные исследования подключили. И прислали методические рекомендации для школ об использовании мобильных устройств и гаджетов в школах. Не нужны там. Это означает, что их вообще выкинуть и забыть. Нет. Но как-то контролировать этот процесс надо. И разъяснять детям и родителям о том, что происходит в твоей голове и с твоей физикой, когда ты все время с излучением возле уха, тоже надо, понимаете? И они прислали хорошие рекомендации. Их можно, как бы, уже учителю не трудиться самому, там, собирать информацию. Она готовая есть. Со ссылками на научные исследования. И я хочу сказать, что по школам пошла эта работа. Конечно, детям тяжело. Мы все зависимы от телефона, да? Но мы уже сейчас понимаем, как это важно. Да просто ты попрыгай. Просто вот в салочки поиграй, да? Музыкальную какую-то паузу на перемене. Двигательная активность очень снижена. Практически, я вам так скажу, что она настолько за нее. И вот родители, они как-то потихоньку переключились. И все время, допустим, спортивный класс. Сейчас спортивный класс, кстати, у нас вообще там на ура. У нас конкурс. На следующий год, я чувствую, будет вообще огромный конкурс. То есть не так просто даже в него попасть? Нет, конечно. Вот первый класс у нас, пятый, да? Мы же там прописали в положении, в спортивном классе, как. То есть если он там отчисляется, может перейти в другую школу. Сейчас пятый класс, у нас где-то сколько? Восемь человек было на место. Восемь человек. Пятый класс. Восемь человек на одно место. То есть вот этот шестой класс, он там три, по-моему, человека перешли. Ну, пять они добавили еще, три как бы не... Отчислили. Отчислили. Ну, по разным причинам ребенок может сам. Он имеет право вернуться обратно в ту школу, от которой пришел. Мы обязаны ребенку дать образование, правильно? По законодательству. Ну, не надо ничего, никакой рекламы. Это все такой ажиотаж вот сейчас. Мы будем рады, если будет эта система развиваться. И родители, и родители сами. А когда они приходят, вот. А я говорю, а как же получается, что вот он две тренировки, все успевает, и учится хорошо, и все нормально. И программу усваивает. Понимаете? Ну, в смысле, все образователи. Успевали тоже там по две тренировки, разные виды спорта, везде пытались. Ну, в том-то и дело, что и основная причина, мое мнение, не знаю, может, это спорно, что спортивный класс в Советском Союзе развивается, это когда, конечно, стали отбирать по видам спорта и по одному признаку половому. Это ненормально. То есть, например, футболисты, одни там, допустим, эти мальчики, или там волейболисты, одна девочки, или один вид спорта, понимаете. Это смысл не очень хороший. Когда их там много видов, ну, три, пять, например, у нас там пять, да, нет, вот в этом классе, по-моему, даже семь, то они между собой там, они друг друга дополняют, они друг другу обучаются, тот там тренируется, тот там. То есть, идет у них полноценный такой процесс образовательный идет. То есть, дети уже общаются, то есть, отвлекаются от всех гадетов. Боксеры занимаются легкой атлетикой, легкой атлетики ходят там плаванием. То есть, идет такой процесс у них взаимогармоничный развитие, и как спортсмена, и как личности, и как уже дальше профессионала. То есть, он не будет знать, что такое сет в бадминтоне, там, или там какой-то штрафной бал в борьбе, там, или еще что-то. Вот понимаете, в чем смысл? То есть, они образованнее идут. И вот этот признак, он, я думаю, тоже повлиял. Потому что спортивный класс, это еще же не училище Олимпийского резерва. Туда пойдут, будем так сказать, лучшие. Мы еще проанализируем, да, по итогам работы спортивных классов. Как говорил Кабалевский, о деятельности музыкальных школ нужно судить не по количеству у них поступивших, а по количеству их окончивших. Когда посмотрим по спортивным классам, да, проведем мониторинг, всего второй год идет, но у нас есть какие-то данные работы. Задача-то одна, что в спортивном классе, вот сейчас полторы тысячи детей в крае, я считаю, что это уже элита, здоровые люди. То есть, я правильно понимаю, спортивные классы и, опять же, детско-юношеские спортивные школы, это не значит, что родители отдают ребенка, пусть занимается спортом, у нас цель, чтобы он вырос чемпионом, он завоевал, то есть, только лишь поэтому в спорт отдавать, чтобы получить там результаты, там, чемпион России, чтобы он стремился к чему-то, его заставлять это делать. То есть, все-таки, это все для развития, получается. Я думаю, что сейчас уже родители так не думают, честно скажу. Я думаю, уже большинство родителей, ну, может, процентов 10 так и думают, но большинство уже так не думают, понимаете? Мы же, если говорить о спорте, о профессиональном, это же совершенно другая ситуация. И со здоровьем, и с временем, и с личной жизнью, и многими вещами. Это совершенно другое, на это надо решить. Не каждый на это, я кучу примеров привяжу, где талантливые люди, ну, стали, там, я не знаю, кем-то другим, и учеными, там, и прокурорами, и судьями, и военными, но могли бы стать олимпийскими чемпионами. Ну, как это говорят, поверив алгебры и гармонию, да? Эйнштейн был прекрасным математиком, потому что он занимался музыкой в том числе. И точно так же здесь любые системные занятия, искусством это будет, спортом это будет, что угодно, системные занятия позволяют сегодняшнему ребенку бежать одновременно по нескольким дорожкам. То, что сегодня в жизни необходимо. Правильно? Он фиксирует в голове несколько каких-то событий. То есть это комплексное воздействие. Да, комплексное воздействие. Темп жизни же ускоряется. А если ты привык к цейтноту, ты привык к дедлайну, тебе легче бы, получается, и в учебе, тебе легче потом в институте, там, или в вузе, в каком-то, и на работе. Если тебя требуют 150 дел одновременно и вчера, понимаете? Поэтому вот как бы, вот это норменка работает. Поэтому Ольга Николаевна приходит к нам три раза в неделю, тренируется в бадминтонах. Конечно, это зло в неделю три раза в неделю. Плавает бассейн. Но стараюсь. Я почему говорю, вот что касается в плане оздоровления. Вы знаете, вот я тоже скептически, я там относился к бадминтону, да? А сам играю. Сейчас играю, все, и вот допустим. Затянуло, да? Не то, что в плане таком, а он действительно, вид спорта доступный. Более того, самый массовый на планете. Малозатратный. Достаточно Индии и Китая. Это достаточно. Самый массовый на планете. И в чем, да, мало затраты. И вопрос в том, что, проанализировал, не все же было хорошо в Советском Союзе. Что-то было хорошее, что-то плохое, правильно? Вот что касается бадминтона, я скажу, что не все хорошо. Потому что Советский Союз ни одной медали никогда не занял на Олимпийских играх. Только в России мы заняли в Лондоне в миксе, то есть мужчина-женщина, бронзу. То есть, а сам по себе вид спорта, он как бы сам уникальный для оздоровления вообще, особенно для зрения. Вот на современном этапе дети, компьютерные наши дети, как раз вот это вот очень много работ написанных наушник, что именно предохраняет, улучшает. И настольный тейт. Да, именно для зрения очень. Да, и он доступный, и он, допустим, если он с пяти лет будет заниматься до 12 бадминтонов, то, естественно, тренер по боксу или тренер по дзюдо, по самбо, конечно, он уже будет очень развитый, если ему не хочется заниматься дальше бадминтоном. Поэтому я не то, что там рекламирую нашего депутата Дмитрия Николаевича Судовцова, который душой и сердцем там они все выкладываются в это, стараются. Я просто уже ко всем директорам Дюша, нашим школам Минобразования. К директорам школ мы обращаемся. Директорам школ, общеобразователям школ, ну, измените свое мнение, почитайте хорошенько, сами встаньте поиграть, сами поймите, что этот вид спорта займет многих. Я, вот, понимаете, есть такая тенденция, например, самбо в школу. Есть. И бадминтон в школу есть. Ну, я, например, против. Я против. У тебя самбист, я против. Потому что это специализированный настолько вид спорта, где нужно три года падать учить ребенка, понимаете. Нужны специализированные залы, профессиональный тренер, много-много. Меры безопасности при этом виде спорта совершенно другие, я уже сказал. Затратный вид спорта, все это оборудование. Не то, что я против, но не хватает ресурсов экономических для этого вида спорта внедрить его. А, допустим, бадминтон, пожалуйста. Пожалуйста. Начинать будем с обычной недорогой ракетки. А самбист возьмет завтра с 12-летнего мальчика подготовленного. Вот, я сказал, есть интересный факт, что вот бадминтон по энергозатратности... Марафотскому бегу. Да, выше даже чем большой теннис и многие другие виды спорта. Да, очень сложно. Но вот мы, когда мы рекомендуем, разговариваем с нашими директорами школы, с теми же, которые создают новые спортивные клубы, мы, конечно, наш цель делаем на игровых видах. Мы им говорим, да, что это должен быть баскетбол, волейбол, это должен быть дух командности, команда формирования, это должен быть процесс интереса для ребенка, веселый, развлекательный какой-то. Бадминтон, я считаю, прекрасная игра для этого. И самое главное в наше время, тоже одно эфир, не самое главное, малозатратная. Так же, как и настольный теннис. Их можно поставить в рекреациях, пожалуйста, занимайся. Дешевле все равно бадминтон, Оленко. Сетка и стол – это разные вещи. Сетку натягнул, веревку и играл. Но в чем смысл? Я просто хочу провести. Уже и семинары мы проводили, и так, и тренера, вы знаете, с Украины, с ДНТ-тренера, прекрасный тренер, который может хорошую школу здесь дать. Ну, научить, я имею в виду, методики, все. Работает у меня в краевой школе. Вот, живет здесь все. Кристина у нас прекрасный тренер. Она с инвалидами, кстати, работает. У нее там уже на мировом уровне они… Ну, пока со взрослыми инвалидами, но в дальнейшем, возможно, не так возьмется. Я что хочу сказать, в чем смысл? Раскачка очень тяжелая в этом плане. В свое время я, когда пришел, очень сильно загорелся, чтобы легкая атлетика была в каждой школе. Она и появилась. Везде открыто отделение. Но, к сожалению, она не стала выше уровня. Вот. Хотя сейчас, возможности заниматься легкой атлетикой, у меня построен прекрасный манеж. Манеж. Запущен сейчас. Манеж. То есть, опять потенциал тренера не пополняется. В ответ скажу, что у меня, допустим, в школе, ни в одной школе столько легкой атлетикой не занимается. У меня пять тренеров, там почти 500 человек занимаются легкой атлетикой. Детей. А вообще, добавим, в школе почти тысячи, чуть больше тысячи человек по госзаданию занимаются бесплатно. Платно летит. Тысячу двести. Вот самый интересный вопрос, сразу возник, по поводу оплаты всех занятий спортом. То есть, если какой-то был период, когда спорт был доступен, все-таки был доступен для детей, можно, дети пробовали. То есть, захотел, позанимался этим, попробовал. И то есть, они постоянно были задействованы в спорте. И тренеры, плюс, ходили, я знаю, помню, было время по школам, отбирали в секции. Это и сейчас, да. Вот сейчас, насколько это сейчас в школах развито, допустим, и сколько это стоит, вот, все-таки, заниматься спортом? В спортивных школах, в муниципальных и в государственных, все бесплатно. Они работают по муниципальному заданию и по государственному заданию. Ну, это, может быть, обывателю не слишком, как бы, нужна эта информация, но у них есть определенное количество детей, которые они ежегодно могут принять на бесплатной совершенно основе. То есть... И мы очень много вкладываем, у нас вот в краевая спортивная школа очень многие ребят отправляют на соревнования за бюджетный счет. Ты не очень, а всех. Ну, практически всех. Да, на Россию, например, мы детей, вот, вот, в сентуке мы оплачивали им все. Значит, я так скажу, в чем смысл? Вот есть госзадание у нас, допустим, до 1200 у нас. Колебается там 1100, 1150, 1200. Вот, там 5%. Значит, госзадание. Мы по госзаданию делаем тестирование детей, набираем бесплатно. Есть дети, которые не проходят тестирование. Не проходят определенное тестирование. Мы их не выгоняем. Естественно, смотрим. Естественно, смотрим. Пришла мама. Одна, у нее там один ребенок, два ребенка. Все, это не обсуждается эта тема. Все равно мы найдем его место. Мы найдем его место, он будет заниматься бесплатно. Что такое те, которые не прошли, они могут на платных ушли. Некоторые родители, некоторые родители. Он занимается на одном виде спорта. Говорит, вы знаете, я хочу вам платить, чтобы он еще занимался другим видом спорта. Есть и очень много таких. Подключается договор. Все. Значит, стоимость оплаты у нас 2250. Ну, это разумная цена. Месяц. Месяц. Это от Калининграда до Дальнего Востока самая дешевая цена. Я вам сразу хочу сказать. Если вы пройдете по частным клубам, вы увидите разницу. Взрослые у нас, взрослые, отбой они тоже хотят. Но взрослым другая ситуация. Они после 6 вечера, потому что мы должны выполнить свои государственные заказы, свои дети, и там стоит 3000. И такая ситуация в каждом бюджетном учреждении. Да, школа может оказывать платные услуги, она и должна это делать. Но после того, как обеспечить своих детей, которые рядом живут, доступным дополнительным обрабатыванием. То есть договор. Вы пришли, заключили договор. У вас тренер. И в результате заработная плата тренера в краевой школе у меня самая высокая в крае. За счет посещаемости. За счет того, что есть бюджетное выполнение. Он на бюджете зарабатывает. И плюс он зарабатывает вне бюджета. То есть тренирует. Плюс, естественно, школа оборудована всем, чем все, что есть. То есть только, я не знаю, там 100... Последнее слово. Да, 100, наверное, там только с лишним видеокамеру не считаю. Все, территория. Правительству огромные деньги были вложены, да? Все время реконструкцию провели бассейны. Обновили здание полностью в 16-м году. То, что обновили, реконструкцию сделали. Реконструкцию сделали, да. Полную. Поэтому и транспорт новый, все, 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 все. И дальше мы не останавливаемся, будем развиваться и все остальное делать. То есть условия для того, чтобы сейчас муниципалитеты работали в этом плане нормально, есть. Мы для них пример. Пожалуйста, берите, как мы это сделали. Как мы это... И не надо ничего воровать. Не надо там ничего. Вот это все. Пусть платят официально. Договора. И будет зарплата у тренеров. И будет оборудование. Ну и, естественно, будет дальше. Сейчас родители вообще, я вам скажу так, про субботник. У нас рядом лес. Вот в школе 50 лет будет на сегодняшний день всего. Значит, рядом лес Таманский. Мы проводили субботник. Я удивился. Ну, думал, там дети придут. 300 человек. Больше. Больше. Там пришли родители. Вычистили. Они просто за 4 часа и машин все там вычистили. Я им сказал свои идеи, что я хочу сделать. Там лес благоустроить. Не вмешиваясь там в лавшафты хорошенечко, там дорожки, там можно все эти, все эти снаряды. То есть в лесу можно заниматься 9 месяцев в году. Спокойно. Да. Там прекрасно все. Лесы. Так вы... Они говорят, а вы что, давайте мы 2 раза в месяц будем делать. Уже нашлись и организаторы. И мы создадим какой-то там фонд родителей. И готовы там все, что угодно. Ну, то есть народ уже понял, что в принципе здоровье это основное богатство. Это самое главное, что и когда у нас такая идет связь с родителями, это, я считаю, это уже достижение. Понимаете? Потому что это воспитание. Я уже до эфира мы с вами о многих вещах разговаривали. Но я никого не выгоняю из детей. Мы воспитываем, если там даже какие-то халатности происходят. Вот сейчас давайте опять же вернемся, коснемся, все это объединим. Вот для наших телезрителей. Вот захотел ребенок поступить в спортивный класс. Спортивный класс, то есть у нас есть не во всех школах. Я правильно понял? Не во всех. Нет. Не во всех. То есть только он может в той школе, где он учится и в той же спортивной классе? Нет, нет, нет. Или он может в любую? Если ребенок хочет поступить в спортивный класс, он должен у себя в первую очередь в школе. Это должен быть тот ребенок, который уже занимается и достиг каких-то результатов. Значит, там есть критерии отбора, спортивный класс. Просто как с улицы не придешь. Нет, положение есть. Значит, они проходят тестирование. Во-первых, дают рекомендации Федерации по видам спорта. Это в первую очередь. Что этот мальчик занимается, допустим, легкой атлетикой или плаванием. Но он не учится в этой школе, к примеру. В 42-й школе он не учится. Но хочет учиться в спортивном классе. Директор школы принимает заявки, и она формирует этот спортивный класс. Естественно, мы делаем тестирование. Медицинское самое главное заключение. Заключение углубленного медицинского. Именно не просто терапевт. Справочку принесет. И тогда уже на конкурсной основе он поступает. Не обязательно он учится в 42-й школе. Роман, я хочу сказать, что спортивные классы это отдельная тема. Но я призываю и родителей, и детей идти туда, где у вас школа рядышком. Не обязательно это будет спортивная школа. Сейчас очень много физкультурно-здоровительных комплексов. Можно прийти туда, там тоже квалифицированные тренеры, это тоже государственные учреждения. И кроме того, кроме спортивных школ, у нас есть много профильных организаций дополнительного образования. Например, в Краевом центре экологии и туризма есть направление туристко-краеведческая деятельность, и спортивный туризм развивается. Станции юных туристов есть по краю. Их немного осталось, но они есть. То есть возможности... Затихает на самом деле, раньше было популярнее. Да не скажу. Вы знаете, вот замминистра образования, просвещения России Татьяна Синюгина, она как-то сказала, вот на совещании мы были в Уфе, она сказала так, выбросить всем телефоны и все обратно из классов в фампасы, в леса, все в походы, в туриады, в какие-то там вахты памяти и так далее. Она прямо на этом делала акцент, на том, что надо оздоравливать. Детей вообще природу им показать наконец-то, не в телефоне, да, живьем. Поэтому возможностей в Крае много, организаций много. Мы ждем детей и их родителей. Если какая-то информация им нужна, то можно просто забивать в интернете на портале «Навигатор» по Ставропольскому краю. Там будет информация по муниципальным организациям. Более того, классный руководитель, заместитель по работе директора, сам директор должен обладать информацией. И желательно, чтобы она была в доступе в визуальном где-нибудь в фойе о том, какие кружки секции работают на базе школы и куда ребенок может пойти в близлежащее учреждение. Поэтому начинать нужно со своей школы, да, вот, и смотреть шире, опять-таки вот тут гаджет может пригодиться. Можно посмотреть, кто со мной рядышком находится, куда пойти заниматься. И вот, подытожив нашу программу, давайте сделаем какой-то такой единый итог для наших телезрителей. То есть спорт и образование. Что происходит с детьми, когда они все-таки дети, которые занимаются спортом, как-то сказывается на успехах в школе, на успеваемости. И в целом в общении с родителями, со сверстниками. Насколько дети меняются? Какие они становятся? Есть ли разница, вот те, которые занимаются спортом и учатся, и те, которые не занимаются спортом? Здесь очевидно. Если буду я это подтверждать, это, наверное, подумаешь, что я хвалю спортсмену. Пусть Ольга Николаевна. Я скажу, опять-таки, я повторюсь, я об этом уже говорила, не обязательно это может быть спорт. Любая занятость ребенка, любая, ну, конечно, тут разумный подход в плане того, что и мозги развивать, и тело развивать надо, да? Как бы родители должны быть примером для этого, естественно. Но любая занятость ребенка после уроков, когда он выпадает из поля зрения и безопасности школьной, а попадает на улицу, вот, пускай он занимается спортом, пускай он вышивает крючком, пускай он там, я не знаю, танцует где-то, где угодно, чем угодно занимается, это для нас важно. Нет, чем угодно не надо. Нет, я имею в виду системы дополнительного образования, я только о ней говорю. Для нас важно, чтобы как можно больше детей отлучить от улицы. А вот уже баланс развития физического и интеллектуального уже должны регулировать, наверное, я так думаю, дорогие родители. То есть можно сказать, что дети все-таки становятся самодисциплинированные? Конечно, да. Я сейчас добавлю ко всему то, что уже Николай она сказала. Здесь еще, знаете, какая ситуация? Вот тренер, да, вот я сейчас что делаю в тренере? Вот они там интернет, да, они создают группу. Я каждый месяц, вот тренерский совет у нас там почти каждую неделю будет. Но вопрос в чем? Что, какую информацию посылает тренер своим детям? То есть что им читать? На какой сайт зайти? Вот на этом уровне... Какой фильм смотреть? Какой фильм смотреть? Особенно, допустим, фильмы, связанные с патриотикой и так далее. Это у меня... Все-таки воспитательный, только тренировочный, но и воспитательный. Да, да, вот это вот, вот все, что сейчас новое есть, что связано с интернет-пространством, нужно это использовать, чтобы ребенок, каждый тренер, педагог... Вы меня в школе заходите, вы все время будете смотреть телевизор, там только связано со спортом, с патриотикой, с питанием, со здоровлением и так далее, и так далее. То есть на таком уровне дети занимаются, да, ему одна информация, высший уровень другая, потом уже пошел третий, ведь много вопросов в спорте связано, чтобы он знал, с препаратами, с антидопином, с запрещенными вещами, там все. А в то же время патриотическое, ну, это все, что связано со спортсменами, годы Великой Отечественной войны, это же действительно наша гордость, что они делали в это время. Очень на пересечении спорта и патриотика у нас в крае. У нас вот даже, я вот буквально два слова, мы в этом году провели на базе вот нашей краевой спортивной школы первые краевые юно-армейские игры. Они оказались такими востребованными, мы теперь будем в системе их проводить. То есть, ребята, полевая кухня, военная форма, муштра такая хорошая, понимаете, то есть команды собрались, это было очень здорово, мы это будем продолжать. 25-й полк, все в своем составе, они отнеслись очень... Молодые герои, современное поколение героев. Ребята, которые, Ольга Николаевна уже с ними ближе познакомилась, которые не там по наслышке, а каждый месяц рискуют жизнью. Когда арзина мужества имеют, то есть мы этих ребят стараемся показывать нашим детям, чтобы они с ними общались и знакомились. Да, и вот как раз все эти с полевой кухней, с показательными выступлениями, они принимали участие в судействах, там все прочее. На стыке. Ну, это такая, как бы, как сказать, не то, что там идея, это должно вообще постоянно быть, понимаете, потому что я не знаю, в какое время выросли, но когда приходил парень в тельняшке, в берете, в школу, вся школа выходила, да, или в этом... Это было всегда интересно. Да, или пограничник приходил, и все остальное. То есть, поэтому, как бы, вот это не на словах вот такая патриотика, а вот именно вот когда... уже не надо там ничего, агитировать кого-то там. Понимаете? Вообще, это такой процесс, можно добавить в заключение. Мы одни вообще не работаем, да, Петр Иванович? У нас и военкомат, и Минспорта с нами, и общественные организации, и федерации. То есть, время такое, что вот детям, ну, нам лишь бы они были здоровы и счастливы. Вот, поэтому в детской юношке спортивной школе это будет проходить. На базе образовательной школы это будет, в школе спортивной клубе, не важно. Важно, чтобы это понимал родитель, и чтобы был рядом компетентный педагог. Это вот будет нашим детям. То есть, все нужно, все нужно, чтобы работало в комплексе. Образование, патриотика, спорт, то есть, тогда полноценно будет развиваться ребят. Вот так мы подытожили. Спасибо вам большое. Сегодня за спорт у нас отвечал Петр Иванович Пашков, директор детской юношкой, краевой детской юношкой спортивной школы. По регалиям пройдусь обязательно, я напомню. Мастер спорта СССР по самбо, мастер спорта СССР по рукопашному бою, заслуженный тренер России по кикбоксингу и боксу. А за дополнительное образование у нас Ольга Николаевна Пикалова, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей. Друзья, это было Ставрополь и сегодня. Меня зовут Роман Выстероп. Оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова